С помощью вот такого жгута я набираю основу для будущей куклы. Делать основу для куклы из глиняных жгутов для Ирины – временная необходимость. Потому как вылепить такой высокий каркас на гончарном круге начинающему мастеру пока тяжело. Глиняным ремеслом преподаватель рисования и черчения в прошлом занимается всего полгода. Сейчас, может быть, время пришло к этому. Поэтому мне захотелось попробовать сделать какие-то сувенирные вещи к Новому году. А потом мне сестра говорит, давай запустим проект образовательный, полипишь игрушку. И когда она мне показала, какие промыслы в России есть, насколько они интересны, меня, конечно, это захватило. Изучение промыслов постепенно вылилось в интерес к русскому народному платью, историю которого мастерица пытается рассказать на примере своих кукол. Каждую из них Ирина раскрашивает в традициях той или иной русской губернии. Выбор цвета при этом основывается не на авторском предпочтении, а на статусе и возрасте кукольной героини. Синий цвет панёвы, он одевался женщинами после 45 лет, когда она уже утрачивала возможность беременеть и иметь детей. Сакральным смыслом обладала не только кукла, но и другие глиняные игрушки, например, каргопольские. По своему внешнему виду они уступают более поздним керамическим изделиям и больше напоминают детские поделки. Однако ценность каргопольской игрушки заключалась в другом. В более раннее время, естественно, игрушка несла обереговое значение, и она была тесно связана с мифологией. Допустим, если рассмотреть игрушку кентавра, можно увидеть очень древний миф о дивих людях, о том, что было такое племя, где был китовраз, был царь. Впрочем, Ирина желает не только овладеть глиняными промыслами самостоятельно, но и научить керамическому делу других. Она уже провела мастер-класс в музее, однако останавливаться на достигнутом не собирается. В ее планах открытие настоящих курсов по изготовлению глиняных игрушек в различных техниках. Юлия Мишурнова, Сергей Селезнев, программа «Город».